Ну, во-первых, Арестовича критикуют просто за всё. За то, что он актёром чуть-чуть поработал. Ну, ведь деньги зарабатывал. Значит, за то, что он такой самоуверенный тип. Его критикуют за то, что он не те прогнозы делает. Он не так войну освещает. Вообще он тип странный, ещё что-нибудь. Ну, вот всё время придумают на него что-нибудь. Хотя, на самом деле, Арестович всего лишь на общественных началах советник Офиса Президента, ну, руководителя Айрмака. И, собственно говоря, его уполномочили выступать на брифингах и вот в СМИ, скажем так, с отдельными заявлениями по поводу войны. Причём он не полномочен от имени ВСУ говорить, от имени ещё что-то. То есть это какой-то объём ему предоставленных прав освещать публично, участвовать в этой информационной кампании, которая необходима. И в этом смысле, ну, претензии, а что-то не на фронте? Ну, хорошо, он уйдёт на фронте. А кто следующий цель? Вы найдёте такого? То есть кто будет? Эту работу не надо вообще делать? То есть вообще не надо выступать? Что касается... Нет, так я не к вам. Это я риторически. Нет, Роксана, это не к вам вообще. Это потому что я-то это слышу напрямую, что вот ты, носатый, вместе с этим, значит, нарциссом. Что вы тут делаете-то? Вперёд в окопы или что-нибудь такое? Я каждый день слышу. Но бог бы с ним. Что касается прогнозов, всё-таки Арестович, он не только даёт информацию, которая, кстати, часто критическая бывает. Если вы заметили, там были такие выступления, которые... Я думаю, его даже по головке не погладили у себя на работе. То есть там в офисе президентской, а зачем ты это делаешь? То есть... Но! Он выполняет ещё и очень важную, если хотите, анальгетическую функцию. Он примеряет украинцев с войной. Примеряет психологически. Пытается их как-то, ну, что ли, успокоить. Попытается их как-то, ну, не знаю, сделать войну не страшной. Поскольку это невозможно, тема драматическая. И поэтому раз за разом он какие-то вещи, может быть, говорит слишком откровенно, а иногда отыгрывает так, чтобы люди не совсем впадали в состояние критическое из-за происходящего. Потому что, ну, впору впасть. Вот посмотреть на Бучу или на что-нибудь подобное. Ну, какой нормальный человек не испытает всё, чего должен испытать. Понимаете? Поэтому какие-то вещи он заявляет сиюминутно, в моменте, эмоционально. Какие-то вещи более холодно, да, расчётливо. И в том и в другом случае это оправданно, хотя это может быть критикуемо, про 2-3 недели и так далее. Но я помню в контексте о 2-3 неделях он всё-таки говорил о том, что российская армия исчерпает свой потенциал. И они пришли себе 2-3 недели как раз на отвод. Между прочим, в войск от Киева был эмоциональный подъём ко всему прочему. Это всё происходило не в один день, кстати, этот отвод. Поэтому воспринимать это надо исключительно ещё и как способ, ну, если хотите, такой мягкой пропаганды. Хотя я не люблю слово пропаганду, употребляем не в государственном смысле. Потому что вы просто не представляете, что такое государственная российская пропаганда. Вот там пропаганда, так пропаганда. Понимаете? На деньги налогоплательщику, а этот ничего не получает. Ему, кстати, ничего не платят. Так же, как и мне. Потому что вот тут ощущение, что мы какую-то часть орудия государства украинского против московской пропаганды. Так нет. Вот я хочу ещё раз сказать. Ни одного цента, ни одного гривны мы никогда за всё время не получаем. Это просто из любви к искусству, если хотите. Поэтому на самом деле прогнозы вещь в принципе неблагодарная. Они вообще неблагодарны. Чего не прогнозирую, война она по-своему решит. Что касается Арестовича, то, конечно, не то чтобы он не прав, а он прав по-своему. То есть он может освещать войну, как ему кажется, с его взгляда, с его высоты, с его понимания. Оно может быть ошибочным. Все люди ошибаются. Это нормально. Он, кстати сказать, не гнушается и исправить эти ошибки. Я помню, как в случае, там была история с Мелитополем, по-моему, когда там какая-то информация пришла. Я вот точно сейчас даже уже не могу вспомнить. И он на следующий день извинялся и говорил, что меня неправильно информировали. То есть это было пару-тройку раз, такое бывало. Но не попал он с двумя-тремя неделями. Понимаете? Вот не попал туда, куда надо. Я как раз-таки попал. Просто попал. Это разве шло СМЛ. Ну и хорошо. В этом какой-то, вы понимаете, со стороны украинцев, ну, редко я встречу какую-то ненависть. Это скорее вот московские ублюдки какие-то. А, ну, там ублюдок на ублюдке. Вот посмотрите на их рожи там с пропагандистов. Там же ни одного человеческого лица, ни животное. А в Украине, как-то, вы знаете, это разошлось на мемы, это разошлось на приколы, на какой-то троллинг. А, Арестович, что ты там про две-три недели пел? И надо отдать ему должное. Он и сам над собой может посмеяться. И самоирония здесь очень хороший инструмент. Это признак ума. То есть дебил все время обижается на такое. А здесь не на что обижаться. Ну, понимаете как? Это из лучших побуждений, как когда-то говорили. Из лучших побуждений это делает Арестович. И мне кажется, парадоксальная вещь, но эффект это достигает. Люди, ну, как бы примеряются с войной. Как бы это ни звучало, я повторяю трагически, но они примеряются, понимают, что война это неизбежное зло, древнее такое зло, источником которого является не Арестович. Понимаете? Источником его совсем не было. Никто не говорит. Никто не говорит.